всем привет друзья в этом видео хочу донести до вас одну шокирующую и я даже бы сказала фантастическую новость о том что наша днк была изменена еще много много тысячелетий лет назад с целью укорочения нашей жизни но если учитывать то что они сейчас человечеством начали новый генетический эксперимент то я в общем то считаю что эта новость не фантастическая а вполне даже соответствует действительности и при этом google начал уже зачищать все об этой новости и называть это фейком я вам покажу сейчас это коротенькое видео где человек рассказывает о том что еще в 1954 году ученые открыли что наша днк была изменена искусственным путем кем-то или чем-то с целью укорочения жизни и ладно бы можно подумать что это фейк да вот но в ведических знаниях тоже говорится об этом ведических знаниях тоже говорится что люди должны жить от трехсот до восьмисот лет наши органы рассчитаны на такой срок службы но почему мы иногда даже не не доживаем до пятидесяти это сюда идет еще и плюс самая известная вот эта волшебная манипуляция ну и плюс отравленные все уже продукты воздух и так далее но наш организм рассчитан на от трехсот до восьмисот лет об этом говорится в ведических знаниях так что вполне возможно что наша днк была изменена с целью укорочения жизни и там как рассказывает этот человек они обнаружили вот такие вставочки сейчас тоже на они нам хотят делать вставочки в наш геном так вот там были на такие вставочки которые не соответствуют настоящей структуре днк ну вот давайте посмотрим это видео наши ученые исследовав генетическую спираль человека нас подчеркнули некий факт что кто-то или что-то сократил человеческую жизнь в четыре десять раз генетическая спираль состоит из определенных так называемых информационных блоков они называются наноциклоны фотоциклоны эндоциклоны каждый из них соответственно имеет определенный диаметр но это так называемая фото структурные единицы то есть что это значит это значит что каждый отвечает за свою так вот длина так называемых циклидных волокон генетической спирали была у длина то есть на 46 раз приблизительно 12 тысяч лет назад вот этот фотоциклит он намеренно был удлинен испайн и они даже увидели грань так называемых фото волокон которые отличаются от естественного генетического материала соответственно она показывает что жизнь человека максимально 130 лет а должна быть от 300 до 800 клеточная реакция при помощи так сказать воздействие на определенную клеточную структуру можно ускорить процесс снижения так называемого активации определенных реакций на воспроизведение фотоциклитов таким образом мы достигаем активацию по продлению жизни в 54 году когда раскрыли непосредственно насчет эту тему пятьдесят седьмом году подготовили одних ученых соответственно и они муж и жена в общем то и значит стали делать над ними эксперименты различного типа значит по их желанию и в семьдесят четвертом году они были готовы внедрили некие так называемые фотоструктурные объекты в их кровь очистили геном до такой степени что сказали все теперь вы готовы семьдесят восьмом году рождается у них сын с абсолютными полными признаками стопроцентного здоровья так вот фотогеном показал информат из информационный цикл что данный человек проживет 350 минимум 700 лет и а сказали что мы будем его дальше исследовать вот и до сих пор след на самом деле как бы я последнюю информацию получал десятом году что у него родилось 11 детей уже с с абсолютными здоровыми признаками то есть генетической спирали защитная реакция организму у него где-то в 40 50 раз сильнее нежели у нас когда произведение на крысах исследования тоже в 70-х годах увеличили в шесть раз жизнь крысы извините крыса до сих пор живет я все-таки считаю что это росток правды который пробился несмотря на защиту но был гуглом назван фейком а сейчас всплывает очень много чего чего мы даже и представить себе не могли но гугл это все зачищает ну и еще раз хочу вам сказать что в ведических знаниях говорится именно об этом тоже что наш организм рассчитан на гораздо больший срок жизни но и вы также услышали что уже даже проводились как бы сказать противоположные эксперименты до для того чтобы удлинить жизнь и у них получалось и у них получалось ну и также хочу вам напомнить что идут разговоры каких-то трехсотлетних старцев до которых и ищут где-то в находит в каких-то там в горах где-то далеко то есть это люди которые на не подверглись вот такому генетическому изменению и они живут достаточно большой срок жизни то есть друзья я все-таки считаю что это новость это правда это правда учитывая то что сейчас нами проводят еще новый генетический эксперимент они проводили их всегда и мы тоже я думаю что мы тоже генетически выведены так что вполне возможно что все это проводилось и мы с вами живем на площадке для генетических экспериментов пишите ваши комментарии